В Москве и в стране сейчас ощущается острая нехватка мечети. Что бы ни делали общественные деятели, к сожалению, процесс пока стопорится. Как бы Вы прокомментировали эту ситуацию? Не надо создавать проблемы, не надо создавать площадки для торга. Надо принимать политическую волю и определять, где должны стоять мечети и сколько их должно быть. Где должны стоять церкви, где должны быть синагоги. В том числе, если церковь католическая. Не надо ущемлять людей. Если смотреть царское время и те периоды, тогда же вообще было легко мечети не строить. Всем сказать, не будет мечети, никто бы там не дергался. Не было же никакой демократии. Почему-то тогда подходили с пониманием. И сегодня, мне кажется, надо подойти к этому вопросу с пониманием. Не давать этот вопрос на откуп обывателей. Матейших там люди выйдут. Там не люди выходят, выходит там организаторы, которые выводят людей. Которые не хотят. Там выйдут, там выйдут. А потом, это все, когда у меня люди будут, скажут, церкви не стройте у нас. Тогда к чему можем прийти? Так это неправильно. Это надо и церкви, и союзу мусульман России, и тем, кто занимается синагогами, католическим. Всем собраться, обсудить, сколько нам надо. Во-первых, не делать из этого торговлю политическую. Это религиозная тема. Сколько надо с этим предложением, в общем, выйти на уровень. И это все озвучить все вместе. И надо 20 в Москве. Значит, 20-х надо строить в Москве мечети. Для этого не надо же там же, и бюджетные средства, и мусульмане, и христиане, и православные, и иудеи, все скинутся, будут свои мечети, и синагоги, и церкви строить. Мне кажется, так надо делать. Конечно, они должны быть. Они должны быть в том составе, в котором хватило бы. Я сегодня наблюдаю, когда какие-то праздники руководства Москвы вынуждены выбирать площадки. Вот я читаю в интернете, поле для гольфа будет отведено для... Ну, неправильно это все. Сегодня поле для гольфа. Затси там думают, что по остаточному принципу, что ли, там. Это неправильно. Это мы, опять же, межрелигиозным неприязнь создаем между людьми. Потом удивляемся, откуда это все появляло. Она отсюда и появляется. Почему? Потому что нет условий для реализации своих прав человека, религиозных в том числе. Если выработать общую схему, принять политическое решение и все это запустить, тогда не будет ни митингов, ни демонстраций. И, конечно, бесспорно, после этого, когда это все будет создано, и сама такая, если еще часть оголтелая, которая прикрывается религиями, начинает там сходить с ума, их легче тогда успокоить. Почему? Потому что все поймут. Сегодня, когда молодежь собирается, это вообще мусульмане собираются возле мечети, мест не хватает, начинают занимать переулки, улицы, все остальное, это же вызывает негатив. У той части населения, которая не молится возле этой мечети или в мечети. Но многие понимают правильно, что... А куда деваться? Это же... Когда православный праздник и возле церкви, и вокруг церкви люди собираются, никто же не делает на это особый упор. Но, опять же, здесь я в укор не мусульманам. А те, кто считает себя мусульманином, ходят на молитву и потом оставляют после себя мусор, я бы им сделал укор, что так мусульмане себя не должны вести. Если вы встали на улице или на переклестке, или где-то помолились, подберите за собой эти куски обоих, уберите за собой, как истинный мусульманин. Почему? Потому что первая заповедь – это чистота и тела, и души, и вокруг. Как ты можешь вот так оставлять это все? И это негатив любого православного или любого не веришь, который в окно смотрит, за этим наблюдает. Как можно после этого одобрять эту религию, этих людей? Вот здесь, конечно, надо поработать и имамам мечети, которые должны очень хорошие диалоги здесь проводить, и родителям, и всем, что только враг религии может так поступать. В любой религии должны быть те люди, которые Бога боятся. А человек, который боится Бога, с Богом в душе, он везде будет. И чисто, и честно, и порядочно. Мне кажется, вот такие вещи надо в комплексе решать. А в целом должна быть политическая воля, чтобы определить, сколько надо построить, и строить их, и не бояться этого. Как вы относитесь к проблеме ношения хиджабов? Она сейчас довольно остро в стране была. Возникает много таких историй. Мне кажется, что это тоже только торг. И мне совершенно, я в республике запретил вообще эту тему поднимать в университетах, или в госучреждениях, или в других местах, общественных местах, где ходят в хиджабе, ходят в ее полное право. Никто не должен там воспрепятствовать, никто не должен этому мешать. Не надо вообще на это обращать внимание. Вообще никак не надо обращать внимание. Вот мы говорим про хиджабы. Я вчера был на мероприятиях судебных приставов. Там сидят монашки. Чем они отличаются? Их не одеяние от тех, кто в хиджабе. Ничем совершенно. Совершенно те же закрытые лица. Это религиозный подход. Почему мы должны на это вообще обращать внимание? Кто хочет такой, кто хочет такой. Не приставайте друг друга, не оставьте друг друга в покое и все. Я по этому поводу даже, ты знаешь, как говорил, это может там и неправильный пример, но тем не менее. Я сегодня водитель троллейбуса, отцы водитель автобуса. А вот тот водитель травмая. Мы же не можем друг друга упрекать, у кого профессия лучше, и заставлять выбрать водителя троллейбуса, да? Ну, человек сам себе выбрал, оставьте его в покое. Пусть он ходит и чем ходит. Единственное, я говорил про школы, в школах. Там есть, вот у нас, в Республике, есть уставы школ. Определенно это все, общий порядок. Общий. Мы сейчас сходим даже так же, как в Ставропольском крае, взять, например, и сделать общую форму одежды в школах. Вот там, если в школьном уставе нету форм одежды хиджаб, до школы пускай ведут ребенка в хиджабе. Дальше ребенок идет в школу. Религиозный урок есть. Есть урок труда, есть урок физкультуры, есть общие уроки. Вот там должны все соблюдать вот эти формы. Почему? Потому что это не религиозное учебное заведение, это светское учебное заведение. Это одно и второе. Все должны быть равны. В чем здесь, опять же, психологический фактор? Мне ни один человек не докажет, что девочка маленькая в первом классе, или во втором классе, или в третьем классе не хочет ходить в бантиках, косичками, и красиво одеваться. Ни один мне не докажет. Почему? Ребенок видит там других детей, и она хочет так же красивые бантики и такие же красивые заколки. Но это законы физики. При этом мы создаем психологический барьер. Мы, во-первых, почему-то видим всех, кто в хиджабе, это террористик с смертницей. И не только в регионах России. У нас даже к этому относятся в школах, с подозрением начинают к этому относиться. И ставим сразу барьер между детьми. Второе. Вот недавно показывали в Ставропольском школе, где в хиджабах дети. Они отдельно девочки в хиджабах сидят, другие девушки отдельно сидят. Зачем мы создаем этого? Психологический барьер между детьми. Оставьте, пусть они учатся. Вырастут. И при поступлении после школы, среднего образования в вузы, пусть сами выбирают. Кто хочет там хиджаб, пусть идет хиджаб. И она студентка, она выбрала свой профессор, свою жизнь. Она уже взрослый человек, пусть выбирает, идет. Но в школах, мне кажется, это мое мнение, сугубо мое личное мнение. Должен быть, срочно как бы, не разделять ни в коем мире. Должен быть,